Лечение зубов – дело очень важное и нужное, но с этим не согласны жильцы дома номер 18 по улице Лозов в городе Бендеры. Почему создатели так называемой «голливудской улыбки» с некоторых пор стали для них по другую сторону баррикад, мы узнали, приехав на место событий. Все дело в том, что здесь была квартира номер 4, жилая. Ее с разрешения госадминистрации перевели в нежилой фонд. Перевели ее еще в 2007 году. Потом перевели в нежилой фонд и спроектировали стоматологический кабинет. Без подписи депутата, без подписи жителей домов, абсолютно которые не согласны с тем, чтобы во дворе был стоматологический кабинет. Все дело в том, что у нас очень старые дома и канализация тоже очень плохая. У нас канализация, сколько, 65 лет канализации. Она ни разу не менялась. У нас со всех сторон офисы, первые этажи. Но офисы, все окна выходят во двор на интенсивную сторону движения, как положено по положению. Люди хотят жить нормально, выйти во двор и подышать свежим воздухом, но не запахом стоматологии. Скажите, пожалуйста, кто хозяин этого строительства? Это врач Соколова Светлана Владимировна. А вы с ней общались? Да, мы ей говорили не один раз. Светлана Владимировна, если вы хотите стоматологический кабинет, мы ничего против не имеем, но окна должны выходить на ту сторону двора. И что она вам ответила? Она ответила, я, извините, но я сделаю свое дело. Я сделаю то, что я хочу. Ну, конечно, мы против. У нас закрытый двор, жилых домов. Дети гуляют, играют, пожилые люди отдыхают. Вот у меня ребенок начинает ходить. Идет, все, что видит, поднимает руки, тянет в рот. Сами, понимаете, извините за выражение, это харчки, гной, кровь. Наступим, занесем в квартиру, мы же сидите с рядышком живем. Возле этого рассадника, зараза, как-то не хочется жить, понимаете? Но куда мы не обращаемся, видите, никаких результатов нет. К сожалению, в наше время решают все только деньги. Прокуратура ответила, подавайте в суд. И когда мы пошли в прокуратуру, мы вам дадим эти документы, которые прислали из прокуратуры. Прокуратура очень плохо с нами обошлась, очень плохо разговаривали с нами. Сказали, вы тут живете в холопах и за что-то боретесь. Пусть человек сделает себе и работает нормально. Что вы, какое ваше дело? А эти холопы давно надо было снести. У меня жена лежачая, слепая, не двигается. Не знаю, это постоянно машины сюда подъезжают. А когда откроют кабинет, это вообще. Уже сколько раз приходилось и гаишников вызывать, чтобы убирали. Потому что когда, особенно зимой, это прогревает двигатель. Это идет все в комнату, а она меня под окнами лежит. Я говори, что не могу ее. Угарный газ, это прямо чувствуется в квартире. Еще только они начали катастроить, Валентина Трофимовна подошла, показала положение им, рассказала, что еще выхода сюда не было, что нельзя, нельзя, надо подписи собрать. Мы против, депутат против. Мы не все собрали, кто должен расписаться. Однако неоднократно предупреждали, все равно никто, никакой реакции не продолжали строить. Появление нашей съемочной группы на заседании комиссии, созданной госадминистрацией, для изучения данного вопроса, не вызвало особого энтузиазма. Мы Днестр ТВ не приглашали, извините, пожалуйста. У нас пригласили другие люди совершенно. Кто, скажите? Жильцы, которым вы будете отглашать решение. Какие жильцы? Фамилию назовете? Кто пригласил? Лазов 18 А.Б. Вы как фамилия? Я Феодора Ганетина. Вы пригласили? Да. Хорошо. Зная положение дел в этих трех домах, я хочу, чтобы все-таки, третий раз подчеркиваю, разум возобладал, и одна и вторая стороны пришли с согласием. Этот вопрос не стоит даже того, чтобы были средства массовой информации, но раз так одна из сторон решила, то, пожалуйста, секретов никаких нет. Но у меня уже складывается то там мнение, что раз так, то добра не будет. В ходе заседания комиссия выслушала все точки зрения. Вопрос оказался непростым и в части юридического толкования. Все единогласно сказали, что мы против. И так, да, может быть, мы не правы, но мы пытались, мы написали в главе Санкт-Петербург-Санции. Там мы получили ответ, что там ничего не нарушено. Мы некомпетентны в этих вопросах. Я простой учитель. И компетенции у меня нет в этой области. Значит, если это так, значит, будем спрашивать у министра здравоохранения, у еще у кого-то, можно ли во дворе, можно ли во дворе, чтобы был стоматологический кабинет. Меня никто не обязывал, никто ни о чем не просил. Моя личная инициатива. Я подумала так, что раз живут пенсионеры, и они не в состоянии сделать себе ремонт. Вот конкретно мы говорили с представителем, с начальником ЖРУ-1. Я взяла на себя первый, второй этаж отремонтировать, да? Вот, а ЖЭК третий этаж отремонтировать. Мы начали, я начала ремонт в подъезде. Кое-что уже выполнено. Там еще нужны козырек, двери поменять и так далее. Вы сделали отдельно крыльцо, вы с окна сделали дверь и сделали крыльцо, где действительно по закону вы не должны были, если вам нужно делать это крыльцо. Я нахожу взаимопонимание с различными структурами и так далее, и тому подобное, и думаю, как же мне это лучше сделать и как помочь. Вот на сегодняшний день то, что я перечислила, это большой вклад, очень большой вклад. Там бьют стены. Вот с утра и до вечера, как начинали бить отбойным молотками, по стенам, по стенам, по целкам. Ну, когда строить, занимали эти квартиры. А сейчас нет. А сейчас, когда она строила, то же самое, без конца. Телевизор мой, вот этот стук от этого, что отдохнуть нельзя вообще никогда. Пыль, грязь всякая. Телевизор мой, вышел из строя, я 360 рублей отдал за ремонт. Кому это нужно, скажите. Есть ли какой-то порядок, есть закон какой-то, что во дворах внутрь не должно ничего быть. Буш лагон, на наружу там это, бог с ним. А чего должно на наружу себя строить? Почему должно ломать? Жилье здесь жилье. Жилье должно для того, чтобы человек жил, а не устроить кабинеты, какие-то офисы. Мы создаем рабочие места, мы вливаем в бюджет, мы в пенсионный фонд, для того, чтобы... Я тоже выхожу на пенсию. И надеюсь, что, глядя на меня, что тоже кто-то пойдет и станет рядом, и так же будет делать. Вот Валентина Трофимовна, уважаемая, обращалась к Роману Дмитриевичу, как к депутату. Ведь это же целый депутат. Безусловно. Это же целый депутат. И Роман Дмитриевич сказал, нет, я не буду помогать. А я тогда сказала Валентине Трофимовне, не надо тогда унижаться. Он мне говорит, вот она, пусть она все делает. Я сказала, хорошо, не надо унижаться. Раз она, значит, буду делать я. Владелец помещения, из-за которого возник спор, Светлана Соколова, другого мнения о происходящем. Отвечая на жалоба и возмущение жильцов, она считает, что действует законно. Я всегда действую в букве закона. Вот есть законодательная база, а есть закон. И от того, что я хочу или Валентина Трофимовна хочет, это не означает, что так можно. Эти две ступеньки, они наоборот, освобождают жильцов от того, чтобы туда была эта проходимость. Зашел человек к себе и вышел. Для справки. Статья 25 ЖК ПМР гласит. Перевод, пригодный для проживания жилых домов и жилых помещений в домах государственного и муниципального фонда вне жилые, не допускаются. Перевод, пригодный для проживания квартир в многоквартирном жилом доме и жилых комнат в квартирах вне жилые, допускаются в исключительных случаях, не нарушая интересы лиц и в соответствии с нормативными актами и только в целях повышения благоустройства жилого дома, квартиры в качестве вспомогательного помещения, не производственного значения. Как оказалось, квартира была переведена вне жилое помещение. Однако, как заявляет Домком, никакого протокола собрания жильцов не существует, а значит, они разрешения на этот перевод не давали. Законно ли тогда действия властей? Заседавшие по этому вопросу, к примеру, не могли прояснить, что означает в документах термины «общественный интерес», а также «жилищные и имущественные права граждан». Поэтому комиссия приняла решение направить в законодательный орган письмо с просьбой разъяснить данные термины для принятия правильного решения по данному вопросу. Перевод жилых строений и отдельных жилых помещений в нежилой фонд допускается, если при этом не нарушаются жилищные, имущественные и другие права, а также общественные интересы, соблюдаются требования строительных норм и правил. Единственный момент, который я здесь не нашел, это, собственно говоря, в законодательстве не определено, что такое общественные интересы и что такое конкретно имущественные и другие права граждан. Вот именно с этой точки тяжело дать правовую оценку. Но эта норма есть, и вопрос, наверное, заключается в том, чтобы обратиться на тот момент, это мое предложение, это без оценки. Обратиться уже у нас на сегодняшний день есть правительство, которое является правоприемником, в том числе и тех правовых актов, которые издавались раньше, для того, чтобы дали разъяснение, что, собственно говоря, такое общественные интересы, имущественные и другие права граждан. Для того, чтобы не было двоякового, троякового, извините за толкование. Судя по всему, вопрос пошел по большому кругу. Смогут ли жильцы дома защитить свои интересы или дойдет дело до суда? Продолжение следует. Я знаю наперед это, что вы тут решите, наперед знаете. Поэтому, простите вас, пожалуйста, мы, безусловно, записаны к президенту, мы пойдем к нему и спросим, кто же к нам повернется лицом. Где же слова? Повернулся лицом к людям. Это раз, во вторых. Да, мы собираем деньги на суд. Вы заявили жителям, что им не хватит денег с вами судиться. Это правда или нет? Я? Боже, сохрани. На такие глупые вопросы даже отвечать не буду. Александр Никифоров, Олег Рулин, Нестер ТВ.